Всего через месяц в Казахстане упразднят КСК. Вместо них управление перейдет новым организациям, объединением собственников, квартир и простым товариществом. Времени остается мало, но многие жители так и не приняли важное для всех решение. С какими проблемами сталкиваются люди, расскажет Полина Булава. Сергей Немцев впервые попытался создать ОСИ два года назад. Тогда они пригласили сотрудников Акимата и жилищного управления. Им доступно объяснили, для чего это нужно. Но вот самим жильцам прийти к единому решению на собрании так и не удалось. Были люди, кто хотел остаться в КСК и выступал против создания ОСИ или ПТ. Люди, видимо, невнимательно слушали, что КСК упраздняется. Прошло уже два года, у нас ОСИ нет, ПТ тоже нет. Соответственно, мы теперь не знаем, как в дальнейшем будет развиваться судьба нашего дома. Жители волнуются, что если они так и не создадут объединения, то к ним все равно продолжат приходить счета на оплату услуг КСК. В центре ОСИ рассказали, что это возможно, но такие квитанции получится оспорить, так как с 1 июля КСК просто не будет иметь право взымать эти платежи. Следующей проблемой для собственников квартир оказался страх, что при переходе на новое управление тариф повысится, особенно если в доме квартир очень мало. На самом деле повода для повышения тарифа нету, потому что все равно жители платили и за эти деньги им что-то оказывали, потому что договора, они все прозрачные. Вы видите, с кем вы заключили договор, на какую сумму. Если вы понимаете, что на рынке есть кто-то дешевле и лучше, это очень легко поменять. Создать ОСИ надо успеть до 1 июля этого года. Это можно сделать и онлайн через приложение и вживую. Вначале необходимо утвердить повестку дня, включая избрание председателя, членов советов и других. Здесь 10% собственников должны проголосовать за. Затем в течение 10 дней нужно повестить жителей о собрании, и на кворум должно явиться 50% владельцев. Итоговое голосование состоится, если соберется 51% положительных голосов.